Привет, политик! Нет, газ, банки, все там. И, конечно же, Путин не хочет отдавать Назарбаева, и ни у кого не должно быть заблуждение. Такаев не является самостоятельным президентом. Это первое. Второе. Вот он сделал свой визит, показал, что его хозяин Такаева, Путин, и немало людей заблуждающих, все еще говорят, вот он там не признал ДНР, ЛНР, красавчик, раш, там всякую разную ерунду говорят. И это делает, к сожалению, и украинская пропаганда. Пропаганда — это ложь, это неправда. И я, к сожалению, говорю, потому что они хотят показать, что Путин один, и таким образом пытаются вывести Токаева из-под крыла Путина. А это неправда. Он такой же вассал, как Барлик правильно сказал, вассал Путина, так же, как у Лукашенко. Просто у него роль другая. Это первое. Обратите внимание, второй визит, куда он делает. Вы должны понимать приоритеты. Вот из этих его поездок, казалось бы, что такое Франция, да? У Казахстана есть обычные торговые отношения с Евросоюзом. Почему именно во Францию? Здесь ни у кого не должно быть заблуждений. Все эти договора, которые сейчас декларируются, которые будут подписаны из Франции, это все ерунда. Они и так в рабочем режиме двигаются. На самом деле, главная причина, почему Такаев летит во Францию, потому что он убеждает Макрона выдать меня. Выдать Казахстану он написал в конце 2019 года. Это то, что у нас публично на руках есть переписка. Она к нам попала через французский суд, где эти документы были вброшены. Казахстану, между прочим, да? Они думали, что это повлияет на суд. Как же так переписка между двумя президентами? Облязова там по-всякому и убийцей, и вором называет. А судьи нам эти документы передали. Хотя судьи могли это и не делать. Из него я прочитал, как Такаев упрашивал Макрона выдать меня и обещал там, что в тюрьме будет хорошее условие. Пытать мы не будем, убивать не будем и так далее, и так далее. И вот безуспешная попытка пока, во всяком случае. Французский суд 29 сентября 2020 года постановил выдать мне политическое убежище. Агентство, которое решает вопрос убежище, проводило переговоры с казахской стороной. Мы обратились в прокуратуру с требованием возбудить уголовные дела против этого агентства, потому что по законодательству Франции это запрещено. Это говорит о том, что это агентство сотрудничает с казахским режимом. Пока это дело висит, мы еще пока не продвинутся. В итоге, значит, у меня сейчас идет борьба. Они пытаются оспорить это решение. И визит как раз с Токаевым связан с тем, что он пытается убедить Макрон надавить на судебную систему, разные рычаги. И здесь, уважаемые друзья, к сожалению, многие заблуждаются, думают, что на Западе все красиво и так далее. Все сложнее. Идет лобби, оказывается давление. Прямо в кулуарах дипломатических говорят, что Аблязов мешает торговому отношению, поставкам урана, нефти, нефтепродуктов. И на самом деле зачастую такие действия срабатывают. Ну, посмотрим, как себя поведет Макрон. В любом случае, судебная система есть. У меня возможность всегда есть оспаривать. Поэтому борьба будет продолжаться. Но то, что режим после Путина свой визит Токаев направил во Францию, ни у кого не должно в заблуждении. Токаев отчетливо понимает, что я работаю в организации, объединяю большое количество людей, тех, кто настроен именно добиться свержения режима. Вот мы сейчас здесь втроем сидим, мы как представители. И он понимает, что мы представляем наибольшую опасность. И поэтому этот визит направлен именно во Францию, уважаемые друзья. Ну, еще, бирас сезайтын дебе, мұказақтырынде, он алдынғы эфирді, мұказақты, бір жегет бізге шығып, жағдайлары нашар. Содан кейін, біз айтып жатымыз, реформа кімге керек, науызгеріз кімге керек, миллионда, біздің миллиондаған халтқы керек. Анау олигархтан неге ақшасын сұрамайсын дегенде, ол қызық олигархтар, өзір, олар миллиард доллардар бар, миллионда. Сол ақшаны, науызген бірге степ, жұмыс степ, соға ақшаны тапқан. Енді, қалай болады, олар маған қаржы беріп, науызген бірге керекенде, оларды сотқа тартамыз ғой. Сендер ақшаны ұрладыңдар, халықтан деп. Сол аймай. Енді, олар неге бізге қаржы беріп керек? Өз-өзлерінің түрмегі отырызға ма? Сонда, біздің қазақтар қызық болжатыр. Енді, басқа адамдар келісін, мұқа келіңіз, революция жасаңыз дейді. Содан кейін, жаңыз біздің Назарбаевтың қасында, Тоқаевтың қасында жүрген олигархта, соларын ақша, сұра, на бейлік құлат деген, сол айтқан сөздері өте қызық. Олар өз байлығын, на бейлікпен бізге жұмыс істеп, бірге жұмыс істеп, со байлығын солай тапқан. Енді байлығын жоғалты болатмай, қалай болды. Содан кейін, мен қайты-қайты айта берейін. Бәріміз миллионда бір мүмін тенге салып, бір мүмін тенге жаңын біздің активисттер көп көмектескенде өзгеріст болады. Әр қайсымыз өзімізді мүмкіндіңізді қоспасақ, өзгеріст болмайды. Бейлікте отырған адамдар, еш қайсызы бізге көмекті бермейді, соның түсінің өзгеріст бізге керек болса, біз өзі күшіміз самасап, өзгеріст болмайды. Барысы белсембілік таңтып отырыңыздар, жемасы шықарашы өтті кетті, баяқ жартас, сол жартас демекші. Қазақтаның әр өмірінде қазір проблемалар болмыр. Атап айтқанда екі бастызда қазір екі бастыз светсіз отыр, зұлысыз отыр, талады қақыған аяз. Мене тұқай бүкіл әлемге Қазақстанның үшінде сұртында ғойбай, мен жаңа Қазақстан құрып жатырмын, ғойбай, мене проблемаларды шеші жатырмызды бөтірігін айтқанымен, қазір Қазақстанның ішінде шынымен не жағдай болып жатқан құрметті достар, өздеріңіз көріп отырсыздар. Сол себепті барынша екерге лайк басып, барынша бізден болыңыздар. Қазағы мұқтар қабылымен барлық менге бастамасық құрын не болып жатқан жаналықтардың барлығын айтыққандан кейін, сіздерді осы түкілі екерге осып, қосылып сұрақтарыңызды ғойып, жолы екерге сіздердіңізді айтық бөрсердіңіздер болады.